Делегаты 20-го съезда Коммунистической партии Китая выступили перед прессой. 82-летний агроном помогает фермерам развивать органическое земледелие. В Синьцзянуйгурском автономном районе и в провинции Хэнань повысился уровень механизации сельского хозяйства. В Китае появляется все больше тематических кофеен. Группа из 15 делегатов 20-го съезда Коммунистической партии Китая поделилась со средствами массовой информации своими взглядами на развитие страны. Журналисты отметили, что это продемонстрировало открытость и уверенность партии. Большинство из выступавших делегатов – члены КПК из низовых партийных организаций. Они работают в разных сферах и смотрят на достижения Китая со своей точки зрения. За последние 12 лет доход на душу населения в деревне Цзянмэнь вырос в 10 раз. А я за эти годы стала чиновником, который работает на благо жителей деревни. Делегаты выразили свои ожидания, а также уверенность в будущем Китая под руководством КПК. Осуществление мечты о великом возрождении китайской нации в деревне Цзянмэнь перешло на новый этап. Мы уже прошли этапы сведения концов с концами и достижения умеренного процветания. И теперь находимся на этапе достижения всеобщего процветания. Делегаты выразили уверенность, что 20-й Всекитайский съезд КПК станет важной вехой в возрождении китайской нации. И жители страны будут чувствовать себя более счастливыми во всех отношениях. Делегат 20-го съезда КПК Китая Чжао Яфу – агроном из провинции Дзянсу. В 2001 году он приехал в Дайчжуан, самую бедную деревню в провинции, делиться опытом и помогать зарабатывать больше. Чжао Яфу обнаружил, что благодаря своему расположению Дайчжуан имеет отличные перспективы в органическом земледелии. Он пообещал местным фермерам, что они получат хорошую прибыль, если будут использовать новые методы ведения сельского хозяйства. Сначала четыре фермера обрабатывали по одному двум гектарам земли. Они получили хороший урожай, и тогда другие поняли, что органическое земледелие – это выгодно. К 2010 году все фермеры деревни Дайчжуан присоединились к кооперативу Джао Яфу для развития органического земледелия. Некоторые считают, что сорняки – это плохо, а экскременты загрязняют окружающую среду. Но на самом деле это ценные ресурсы. Годовой доход на душу населения в деревне Дайчжуан с 2001 года вырос в 10 раз. А сама деревня стала образцом органического земледелия в стране. Джао Яфу по-прежнему проводит много времени в полях, обучая агрономов со всей страны. Он говорит, что хочет внести свой вклад в устойчивое и качественное развитие сельских районов Китая. Все больше фермерских хозяйств Синьзяно-Уйгурского автономного района и провинции Хэнань используют сельскохозяйственную технику при возделывании озимой пшеницы. Эту культуру в округе Аксу-Синьзяно высеивают во второй половине сентября и собирают в конце июня следующего года. В уездах Таксу и Кельпин фермеры проверяют оборудование для капельного орошения и готовятся к безопасной зимовке. Такое оборудование экономит силы и время. Растения своевременно получают воду и удобрения, и урожай улучшается. В городском уезде Вэйхуэй провинции Хэнань засеять озимой пшеницей планируют почти 33 тысячи гектаров. Технические специалисты помогают фермерам воспользоваться подходящей влажностью почвы и хорошей погодой, а для ускорения посева используют специальное оборудование. Сейчас сельское хозяйство не доставляет особых хлопот, так как все механизировано. Я уверен, что в следующем году будет хороший урожай пшеницы. Ожидается, что сев озимой пшеницы в городском уезде Вэйхуэй завершится к концу октября. По всей Поднебесной открываются тематические кофейни с оригинальной концепцией. Зачастую они расположены в необычных местах, чем и привлекают посетителей. Так в Шанхае заброшенную кирпичную котельную превратили в модное заведение со вкусными напитками. Это историческое место с современными элементами в дизайне. Мне здесь нравится. Кофейная лихорадка охватила не только городские деловые районы, но и сельскую местность. В деревне Сиангу в провинции Дзянсу кофейню построили на рисовом поле. Пить кофе, любуюсь зелеными горами и водой, быть ближе к природе – это все помогает обрести внутреннее спокойствие. Возможность познакомиться с местной культурой привлекает клиентов в район Шуанлю в городе Чэнду. Здесь в кофейне собрали множество старых вещей. А в деревне Ляншуй столы для гостей поставили во дворике среди жилых домов. Китайский рынок кофе в последние годы стремительно развивается. Его объем в прошлом году превысил 380 миллиардов юаней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА